Питание современного человека оставляет желать лучшего. Кроме этого, мы постоянно подвергаемся различным негативным факторам – плохая экология, стрессы, различные заболевания и так далее. Неудивительно, что каждый из десяти человек на планете имеет те или иные проблемы с органами желудочно-кишечного тракта. В этом ролике мы будем говорить о гастрите. Особое внимание уделим особенностям диеты, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить важные моменты. Гастрит называют болезнью среднего класса. В беднейших странах Азии и Африканского континента люди умирают от инфекционных болезней, но при постоянном недоедании у них проблем с органами пищеварения наблюдается мало. Богатые люди внимательно следят за своим рационом и питаются только качественной пищей высшего сорта, поэтому они реже болеют желудком, к тому же они имеют прекрасные возможности для диагностики и лечения. Поэтому чаще гастрит регистрируют как раз у нас с вами. Кстати, напишите в комментариях, к какому классу вы себя причисляете. Нам и другим зрителям канала будет интересно об этом прочитать. Различают два вида гастрита – острый и хронический. Первый развивается стремительно и имеет яркую клиническую картину. Болезненный процесс в данном случае обратим, поэтому при своевременно начатом лечении недуг проходит. В противном случае заболевание приобретает хроническую форму и постепенно прогрессирует. В таком случае отклонение от привычного для желудка диетического питания приводит к обострениям. Среди основных признаков гастрита можно выделить боль в животе, ощущение дискомфорта, вздутия, метеоризм, изжогу, ощущение кислоты и неприятного запаха во рту. При обострении возможна рвота, понос, температура, слабость и головная боль. Особенности питания. Для того, чтобы исключить или минимизировать риски развития гастрита, нужно в первую очередь правильно питаться. Для желудка полезна пища, которая не будет раздражать его слизистые оболочки, что не вызовет усиленную секрецию пищеварительных соков, которые будут разрушать внутренние эпителий. В норме любые поражения быстро восстанавливаются, но при болезненном процессе регенерация нарушается. Поэтому питание при больном в желудке стоит на первом месте. При остром гастрите для быстрого купирования негативных процессов лучше в первые сутки отказаться от еды вообще. Можно пить чай слабой заварки с медом. На второй день можно немного жидкой вареной пищи, например, овощной суп. Постепенно по мере выздоровления можно разнообразить пищу макаронами, овощами, вареной курятиной, картошкой. Первый месяц после обострения нельзя жирного, соленого, копченого, жареного или острого. Пищу отваривают или готовят на пару, едят в теплом виде. Постепенно в рацион вводятся привычные продукты. Особенности рациона при хроническом гастрите с низкой кислотностью имеют свои особенности. Это связано со слабой секрецией желудочных соков, что не позволяет еде полноценно перевариваться. Поэтому показана хорошо измельченная или протертая пища и жидкая еда. В отличие от других форм гастрита, в этом случае можно кушать кислые продукты, например, кефир, свежий творог, цитрусовые. Температура пищи не должна быть холодной или горячей в пределах 15-50 градусов. В данном случае нужно стимулировать производство соляной кислоты. В день показано употреблять до 2800 килокалорий. Можно пить соки, чай, кофе, есть фрукты, ягоды, морепродукты, рыбу, мясо, крупы, хлебобулочные изделия, молочные и кисломолочные продукты. Стоит ограничить жирную пищу, острые овощи, специи и пищу, вызывающие брожение в желудке. При всех видах гастрита запрещен алкоголь, также следует отказаться от курения. Особенности рациона при хроническом гастрите с повышенной кислотностью более строгие и ограниченные. Показано мягкая, щадящая пища, желательно вареная или приготовленная на пару. Категорически нельзя есть жареную, острую, соленую, копченую и жирную пищу. Разрешают. Хлеб, но не в свежем виде, а слегка подсушенный. Можно есть сухари. Мучные изделия, молоко и продукты из него, изготовленные кроме кислых кефиров и йогуртов. Легкие супы, овощи в вареном, тушеном, пареном виде или приготовленные на гриле. Виноград, бесплодовые оболочки. Некислые фрукты, кроме цитрусовых и киви. Нежирные виды мяса. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться этим видео в социальных сетях с друзьями и близкими.